Память увековеченная в бронзе. Сегодня в Казани открыли бюст героя России Алексея Козина. Скульптура появилась на территории 7-й гимназии, где он учился. В 99-м году Алексей погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Офицер пожертвовал собой ради солдат, чтобы они успели спастись из горящего танка. Ему было 23. Фанфары, гвоздики в руках и неувядающая память. Все это от казанцев своему земляку, Алексею Козину. Сегодня на территории 7-й гимназии собрались сотни человек. На открытии бюста военные, чиновники, школьники и мама Алексея, которая живет воспоминаниями о сыне. Это, конечно, волнует. И еще радость от того, что все это будет в назидание потомков. А есть чему поучиться у моего сына. Появление бюста Алексея Козина на территории 7-й гимназии не случайно. Дело в том, что именно здесь он отучился 6 лет. С 4-го по 9-й классы. А с 2016 года учебному заведению присвоено имя Героя России. На самом деле, нас всех очень переполняет гордость. То, что мы имеем честь учиться в таком заведении, как 7-я гимназия. И, конечно же, все знаем о его подвигах. После гимназии учеба в авиационном техникуме и танковом училище. А в 99-м лейтенант Козин отправляет служить в Дагестан. И становится командиром взвода. Тогда вступает в бой. Первый и последний. В те годы, наверное, весь международный терроризм объединился, сплотился. И пытался перейти на территорию Российской Федерации. Но в те трудные года все свои структуры объединились на борьбу с этим взлом. 5 сентября в Дагестан торгалась банда боевиков. Танк Алексея был подбит. Механика-водитель лейтенант отправил за подмогой. А сам остался. Козин продолжал вести бой. Когда патроны закончились, он забрался на горящую машину и стрелял из пулемета, прикрывая раненых танкистов и пехоту. 12 ноября 1999 года лейтенанту Алексею Козину было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Алексей с честью выполнил свой долг. Спас десятки людей. Но ценой этому была его жизнь. Сегодня имя Героя России носит одна из казанских улиц. На доме, где жил Алексей, установлена мемориальная доска. Теперь память о нем будет хранить и бронзовая скульптура. Рамиль Галиулин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова